Цитокиненовая паста для оживления орхидеи 18 мая 2019 года разбудить спящие почки орхидеи и стимулировать рост ее боковых побегов поможет цитокиненовая паста. Этот препарат особенно полезен при размножении экзотического растения. В его состав входят гормоны растительного происхождения, которые отвечают за деление клеток. Такие соединения способствуют полноценному развитию корневой системы и ускорению процесса ботанизации. К тому же эта гормональная мазь для орхидеи применяется для того, чтобы вывести цветок из состояния покоя. Все же из-за трудоемкости обработки растений составом многие садоводы не хотят его использовать. Поэтому будет уместно рассмотреть некоторые преимущества фитопрепарата, а также особенности проведения этой процедуры. Цитокиненовая паста в действии в состав мази входят фитогормоны цитокинены, участвующие в процессе формирования растительной ткани. Действующие вещества препарата подавляют рост центрального побега, что позволяет боковым росткам активно развиваться. На омертвевших участках культуры появляются новые цветочные почки или побеги. Такое воздействие цитокиненовой пасты на растения превращает его в прекрасный пышный куст. К тому же эта гормональная мазь способствует замедлению процесса старения и повышает репродуктивную функцию цветка. Количество женских завязей увеличивается, улучшает работу иммунной системы, тем самым делая растения менее уязвим к различным заболеваниям. Восстанавливает клубневые и луковичные культуры после их полного высыхания болезней. Результат воздействия гормонального средства можно наблюдать на 7-14 день после процедуры. Поскольку видовых ограничений в использовании фитопрепарата не существует, цветоводы успешно применяют его при выращивании всех разновидностей. Орхидей, цитрусовых, роз, гортензий, синполикамели, фиалок, гибискусов, суккулентов. Несмотря на свою универсальность, применение цитокиненовой пасты на орхидеях имеет некоторые характерные особенности. При рассмотрении самых распространенных способов ее использования важно обратить внимание на технологию проведения процедуры. Цитокиненовая паста для орхидеев Хирургическое вмешательство цветовода благоприятным временем для мероприятия считается раннее пробуждение цветка. Зачастую оно приходится на конец февраля либо начало марта. Размножение орхидеи с помощью цитокиненовой пасты или стимуляция закладки новых почек осуществляется в период роста цветка. При появлении молодых побегов растению необходима дополнительная подкормка, а также соответствующие условия содержания. Поэтому вазон отправляют в хорошо освещаемое и достаточно теплое место. В противном случае это приведет к полному истощению орхидеи и ухудшению ее состояния. Производители выпускают мазь в специальных капсулах. Гормональные средства хранят в течение двух лет при температуре 5-15С. Согласно инструкции, цитокиненовая паста применяется таким образом, если на почке есть сухая растительная чешуя, ее аккуратно Снимают пинцетом на стволе растения или на его спящей почке, делают надрез с стерильным предметом, иглой, скальпелем, на Живую ткань наносят в виде горошина 1,5-2,5 мм. Мазь равномерно распределяет пасту по всей поверхности почки или надреза. Неглубокие царапины на стволе или почке орхидеи способствуют быстрому впитыванию гормонального препарата. В итоге спустя 7-14 дней в этой области появятся новые росточки. В другом случае пробуждение почек наступает на 7-10 дней после процедуры. Цитокиненовая паста собственного производства продажи существует порошкообразная масса бензоладенин, сокращенно 6 баб, для приготовления цитокиненовой пасты своими руками. Однако срок годности этого белого порошка ограничен, поскольку для его содержания необходимы специальные условия. В сочетании с ним применяют ланолин, который продается во многих аптеках. Готовят пасту по простой технологии. В стеклянный флакон наливают 20 грамм спирта 96%, растворяют в нем 1 грамм бензоладенина. Фузырек опускают стеклянные бусинки, 2-3 шатэ, и тщательно встряхивают содержимое. Обезвоженный ланолин 100 грамм разогревают на водяной бане в стеклянной посуде до полного расплавления, вводят спиртовую смесь в восковую массу, тщательно перемешивают, накрывают крышкой, оставляя небольшое отверстие. Для испарения спирта емкость оставляют в темном месте при комнатной температуре, через 2-3 дня содержимое перемешивают и расфасовывают в тару. Хранят такую мазь в холодильнике 5-12С на протяжении одного года в герметично закрытом флаконе. Кроме прочего, приготовить цитокиненовую пасту можно и другим способом. Для этого делают вытяжку из созревшего листа столетника, алоэ. Процедура заготовки сводится к таким этапам. Листок тщательно вымывают водой, плотно заворачивают фленк, оставляют на 2 недели в темном и прохладном месте. 4С по истечении срока лист столетника нарезают ломтиками, укладывают в стеклянный флакон. Заливают спиртом, жидкость должна покрыть зеленую массу, через сутки содержимое фильтруют. Полученное вещество служит прекрасным аналогом бензоладюнина. Поэтому его смело используют вместо 6 баб во время приготовления цитокиненовой пасты. При этом дозировка концентрированной вытяжки такая же, как при использовании порошка. Все же эффективность средства будет очевидна только при правильном нанесении средства на растения. Выращиваем деток орхидеи при помощи цитокиненовой пасты. Видео отправить в комментарии подписка. На комментарии теперь наши статьи про выращивание растений и другую дачную жизнь на канале Яндекс Дзен. Похожие видео пересадка орхидеи, которые болеют, дело мастера боится 26 июня 2018 года обработка. Орхидеи медным купоросом 18 октября 2017 года. Почему листья орхидеи теряют ургары, что необходимо делать 19 мая 2017 года. Дендробиум яркий представитель прифитных орхидеи 19 мая 2017 года. Новые статьи укрепляем здоровье. Натуральными продуктами как принимать льняное масло внутрь 10 октября 2021 года. Готовим опряжу как подобрать хамут. Для лошади 10 октября 2021 года используем касторовое масло для цветов в качестве идеальной подкормки 9 октября. 2021 прародитель всех сортов абрикоса, дикорастущая жирдела 9 октября 2021 года. Несколько простых способов как стерилизовать банки в домашних условиях 9 октября 2021 года. Вопросы-ответы укрепляем здоровье натуральными продуктами как принимать льняное масло внутрь 10 октября 2021 года. Готовим опряжу как подобрать хамут для лошади. 10 октября 2021 года. Несколько простых способов как стерилизовать банки в домашних условиях 9 октября 2021 года. Чем удивит нас роза чайно-гибридная аква. Лучший голландский сорт для срезки 9 октября 2021 года. Несколько советов. Как применять медный купорос в ветеринарии 8 октября 2021 года. Цитокининовая паста в действии. В состав мази входят фитогормоны цитокинины, участвующие в процессе формирования растительной ткани. Действующие вещества препарата подавляют рост центрального побега, что позволяет боковым росткам активно развиваться. На омертвевших участках культуры появляются новые цветочные почки или побеги. Такое воздействие цитокининовой пасты на растения превращает его в прекрасный пышный куст. К тому же эта гормональная мазь способствует замедлению процесса старения и повышает репродуктивную функцию цветка. Количество женских завязей увеличивается, улучшает работу иммунной системы, тем самым делая растение менее уязвим к различным заболеваниям. Восстанавливает клубневые и луковичные культуры после их полного высыхания болезней. Результат воздействия гормонального средства можно наблюдать на 7-14 день после процедуры. Поскольку видовых ограничений в использовании фитопрепарата не существует, цветоводы успешно применяют его при выращивании всех разновидностей. Орхидей, цитрусовых, роз, гортензий, синполикамели, фиалок, гибискусов, суккулентов. Несмотря на свою универсальность, применение цитокининовой пасты на орхидеях имеет некоторые характерные особенности. При рассмотрении самых распространенных способов ее использования важно обратить внимание на технологию проведения процедуры. Цитокининовая паста для орхидеев – хирургическое вмешательство цветовода. Благоприятным временем для мероприятия считается раннее пробуждение цветка. Зачастую оно приходится на конец февраля либо начало марта. Размножение орхидеи с помощью цитокининовой пасты или стимуляция закладки новых почек осуществляется в период роста цветка. При появлении молодых побегов растению необходима дополнительная подкормка, а также соответствующие условия содержания. Поэтому вазон отправляют в хорошо освещаемое и достаточно теплое место. В противном случае это приведет к полному истощению орхидеи и ухудшению ее состояния. Производители выпускают мазь в специальных капсулах. Гормональные средства хранят в течение двух лет при температуре 5-15С. Согласно инструкции, цитокининовая паста применяется таким образом, если на почке есть сухая растительная чешуя, ее аккуратно снимают пинцетом на стволе растения или на его спящей почке, делают надрез стерильным предметом, иглой, скальпелем, на живую ткань наносят в виде горошина 1,5-2,5 мм. Мазь равномерно распределяют пасту по всей поверхности почки или надреза. Неглубокие царапины на стволе или почке орхидеи способствуют быстрому впитыванию гормонального препарата. В итоге спустя 7-14 дней в этой области появятся новые росточки. В другом случае пробуждение почек наступает на 7-10 дней после процедуры. Цитокининовая паста собственного производства В продаже существует порошкообразная масса бензоладинин, сокращенно 6 баб, для приготовления цитокининовой пасты своими руками. Однако срок годности этого белого порошка ограничен, поскольку для его содержания необходимы специальные условия. В сочетании с ним применяют ланолин, который продается во многих аптеках. Готовят пасту по простой технологии. В стеклянный флакон наливают 20 грамм спирта 96%, растворяют в нем 1 грамм бензоладюнина. Фузырек опускают стеклянные бусинки в отришатэ. И тщательно встряхивают содержимое. Обезвоженный ланолин 100 грамм разогревают на водяной бане в стеклянной посуде до полного. Расплавление вводят спиртовую смесь в восковую массу, тщательно перемешивают, накрывают крышкой, оставляя небольшое отверстие. Для испарения спирта емкость оставляют в темном месте при комнатной температуре. Через 2-3 дня содержимое перемешивают и расфасовывают в тару. Хранят такую мазь в холодильнике 512С на протяжении одного года в герметично закрытом флаконе. Кроме прочего, приготовить цитокененовую пасту можно и другим способом. Для этого делают вытяжку из созревшего листа столетника, алоэ. Процедура заготовки сводится к таким этапам. Листок тщательно вымывают водой, плотно заворачивают флён, оставляют. На 2 недели в темном и прохладном месте 4С по истечении срока лист столетника нарезают ломтиками, укладывают в стеклянный флакон. Заливают спиртом, жидкость должна покрыть зелённую массу. Через сутки содержимое фильтруют. Полученное вещество служит прекрасным аналогом бензоладюнина. Поэтому его смело используют вместо 6 бап во время приготовления цитокененовой пасты. При этом дозировка концентрированной вытяжки такая же, как при использовании порошка. Всё же эффективность средства будет очевидна только при правильном нанесении средства на растение.